Приходит мне такая аналогия интересная с реальным человеком, за которым тоже охотятся. Правда за Максом Пэттом бегают в основном мужики, а за этим говником только бабы. Именно он сейчас для вас выступит. Макс. Зовут тоже Макс, кстати. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Спасибо, что пришли. Очень рад вас всех здесь видеть. Где Саша? Вот у тебя не очень. Я последний раз стал замечать, что есть такие вскрики, на которых смотришь, и вот не хочется ей надеть пакет на голову. Это уже достижение. Но также я стал замечать, что если ты смотришь на австрийку и не хочешь надеть пакет ей на голову, у нее 100% есть парень. Это довольно логично. Что не логично, когда то, что ты смотришь на австрийку и хочешь надеть пакет на голову, у нее все равно есть парень. У всех австрийек есть парни. Даже у некоторых австрийцев есть парни. Такое ощущение, что я зря приехал в эту страну. Предложение сильно превышает спрос. Ну ладно. Черт с ним и с австрийцами. Сейчас речь придет об основном населении Австрии. О турбах. Аплодируйте, пожалуйста, кто учится. Вы заметили, что в каждой группе, на каждом предмете обязательно есть чувак, который почти не вдупляет, что нахрен происходит. В каждой группе есть такой чувак. Со мной на Атальянске будет такой чувак, он турок. И раньше в каждом месте сидела девочка, которая учила Атальянске в школе, хорошо знала, и он просто молча списывал у нее. Потом она перестала ходить, и он не придумывал, что у меня пересять на одно место левее и списывать у меня. Чувак, мы запрещаем курс в один день. Я такой же нулевой, а как и ты. И как-то раз я опоздал на пару, и рядом со мной место было уже занято, со мной сел другой чувак. И я подумал, блин, как здорово. Не думал, что когда-нибудь скажу это в свою жизнь. Но, Абдала, ты мой спаситель просто. Абдала меня не списывает. Он готовится, он хорошо знает, если что, можно списать у него. Я вот сижу, думаю во всем этом, радуюсь, и понимаю, что уже минуты две в моте трать пять сетка слева. И как бы мне не жалко просто, почему они так уверены в правильности моих ответов. В смысле, конечно, они правильные, это же мои ответы. Но когда я не успел стать для них каким авторитетом. Я подумал, еще пару таких случаев, где можно будет писать книгу, как располагать себе людей без лишних слов. И действительно, в каждой группе есть человек, который вообще не вдупляет, но бывает исключение. Я вложил один такой предмет, называется база данных, и там не вдупляет вся группа. Мы даже сомневаемся насчет того, вдупляет и препод. Ну ладно, я пойду, никому нафиг не интересует, давайте нужно личной жизни. У меня прежнем у меня девушки, дорогие фанатки, у вас все еще есть шанс. Но, знаете, я стою здесь на этой сцене, я рассказываю про свою личную жизнь, но я это делаю в меру. И я очень люблю, когда в мою личную жизнь лезут сверх этой меры. Я сейчас говорю в первую очередь о сводниках, точнее о сводницах. Вот этих вот, знаете, которые, я нашла тебе девушку, потому что, нет, ты не нашла мне девушку. Ты прислала какую-то случайную бабу из своего окружения и пытаешься доказать мне, что она та самая. Это все равно, что в гугле выбивать, окей, Google, найди мне магазин одежды в Вене. И спустя два месяца Google такой, чувак, я нашел тебе магазин одежды в Вене. И кидает ссылки на японскую порнофу. Ну, для тех, кто не пуст и зрелища, весьма сомнительно. И я забыл, что дальше. Да, а, ну недавно, недавно мои друзья просто поразили меня своим вмешательством в мою личную жизнь. Мне мои друзья так сказали, мы так подумали, вам нужно встречаться. Я такой, в смысле, они подумали и решили. То есть у них, сука, был плен, да, где они четыре часа совещались. И в конце, открытым голосованием, да, решили, что нам все-таки нужно встречаться. Я спросил, мол, почему, и мне сказали, ну вы классно смотритесь. И да, мы классно смотримся, но мне кажется, это довольно мало для отношений. Тем более, что за месяц до этого эти же друзья говорили мне про другую девушку. Вы классно смотритесь, почему вы не встречаетесь? Я вообще пересмотрел свои фотографии с девушками за последние несколько лет. И там нет ни одной фотографии, на которую посмотрят, скажут, вы не классно смотритесь, не стойте больше вместе, пожалуйста, никогда. Я так подумал, может, дело вам нет, ну в смысле, может, я просто классно смотрюсь с девушками? Может, я просто классно смотрюсь, ну в смысле, я же ничего такое, да? Спасибо, я очень рад, что вы так считаете, потому что так считают не все. Так, например, не считают продавцы в магазинах. Я расскажу, небольшая предыстория. У каждого мужчины рано или поздно наступает тот день, когда у него заканчиваются чистки трусы. Знаете, парни, да, это чувство, когда с утра ничего не подвещает, ты подходишь к ящикам с бельем, открываешь его, он пустой такой. Что же теперь будет? И я знал, я знал, что в моей жизни настанет такой день. Вот такие трусы моего размера. Вот там у меня коробка, я не глядя купил, на год кинул ее в шкаф, все, забыл. И вот настает день Х, я подхожу к ящику, он пустой, и я иду к шкафу, где они спрятаны, просто как Брюс Уиллис, который сейчас спасет мир. Открываю шкаф, достаю эти трусы, и понимаю, что что-то, блин, не так. Короче, мне продают трусы размера «Эй», а я вот прям, сука, «Эй», да? Просто я всегда думал, что размер трусы определяется по охвату бедера, а не по длине члена. Вы три месяца ждали шутку про член, вы дождались. И раз вы уже должны сделать дослады гемещей, вы должны знать еще одну вещь обо мне. Я смотрю холостяка, аплодируйте, пожалуйста, посмотрите холостяка. Ни один парень не аплодировал. Это становилось вопросом, кто смотрит порно? Все такие, не, не, это не про нас, мы не такие, не такие. Ладно. Меня подсадила сестра, это оправдание, я подумал, типа, «Своя речь значит нет?» Значит, жду и посмотрю. Но уже долго смотрю. И для тех, кто не в курсе, в сюжет придет опрос. На шоу приходят с одной стороны известный мужчина, а с другой стороны из 50 тысяч человек выбирают из 50 тысяч девушек, слава богу, выбирают 25 девушек, которые будут бороться за его сердце. И я иногда думаю, блин, я хотел бы оказаться на месте холостяка. Потом вспоминаю, что во-первых, я и так на месте холостяка, да, а во-вторых, я думаю, дело в том, что эти девушки до самого начала съемок не знают, кто будет холостяком. То есть вряд ли это девушки, которые в очень успешной личной жизни, они едут бороться за кого-то мужика. Я подумал, наверняка это очень отчаянные девушки, очень отчаянные. И действительно, я посмотрел в этом сезоне первый выпуск, и там вот такие персонажи попали. Если бы я был на месте холостяка, я пришел туда, посмотрел, и они сказали, девчонки, давайте вы тут как-нибудь сами, я пойду еще похолостякую, потому что, ну, это же жопа, что с вами, вы же не австрийки, почему все так плохо? И там были такие персонажи. Например, там была одна девушка, которая считала, что она профессионально поет. И поэтому каждый раз, когда она была в кадре, она первая. Такое ощущение, что она перепутала кастинг на шоу голос с кастингом на шоу холостяк, а жюри по приколу ее взяли. Там надо это веселые ребятки считать, почему бы и нет. Еще там была девушка, которой девятнадцать лет, и вот ее родители нам нужно на этом проекте, а учеба там, все дела. Просто ей девятнадцать лет, и она спокойно три месяца тусит на Астарвак с 32-летним мужиком. Просто вот мне девятнадцать лет, и меня никто не отпустит тусить три месяца на Астарвак с 32-летним мужиком. Ну, да даже я себя нахрен не отпущу. Еще была ситуация, когда девушка, в которую холостяк очень сильно влюбился, именно она ему сказала, что она к нему испытывает только дружеские чувства, и сама ушла с проекта. И мы с сестрой очень переживали. И после этого выпуска нам показали титер следующей серии, где он с огромным букетом цветов едет к ней в Сочи, ну, очевидно, ее возвращать. И меня так вдохновил этот трейлер, так вдохновил. Я подумал, да, да, вот как можно одевать, красавчик. И вот на следующий день, в две часов утра, я с букетом в красных роз стою под дверью девушек, которая мне нравится. И когда я спустя неделю посмотрел следующий выпуск, я понял, что мне, в принципе, повезло больше, чем холостяк. Меня хотя опустили в дом. Но на этом, в принципе, везение закончилось. Так что, парни, официально заявляю, эта хрень не работает. Еще, вообще, как бы все шел холостяк. Это было такое, знаете, очень классное руководство, как мне надо делать. Потому что, например, там была девушка, которая в конце проекта призналась им в своих чувствах, сказала, я тебя очень сильно люблю, все дела. Он такой, да, да, это очень хорошо. И любил меня. Не то, чтобы я так никогда не делал, конечно. Но все-таки так делать не стоит. Всем спасибо, хорошего вечера. Не верите ли что? И объявляется гостинговая пауза. Спасибо. Спасибо.